В целом, наверное, Факел победил, надо признать, заслуженно. Где-то сказалось индивидуальное мастерство, но сильная команда ставит задачу, поэтому здесь... Все, наверное, на сегодняшний день закономерно. Мы где-то до середины второго тайма смотрелись неплохо. Это, я считаю, равная игра была. Потом, конечно, уже стали проваливаться, побежали отыгрываться, много моментов. Стали пропускать контратак, чем Факел воспользовался, и много могли еще пропустить. В целом, закономерно. Ваша команда хорошо держала мяч в середине поля, но без ворот и играла. Это с чем-то... Не, ну мы не говорим, мы все время говорим, что после контроля должны рождаться моменты. Ну, потом во втором тайме-то моменты появились, и в конце первого, в принципе, уже какая-то острота стала появляться у факела, у ворот факела. Ну, здесь индивидуальное мастерство, и не хватает нам на сегодняшний день, значит, где-то и нападающих, и игроков, инсайдов. Что-то вот именно создавали остроту, что было связано и с подачами, и с ударами. Ну, при этом, да, мы ставили ставку на контроль, что только в чем мы сильны, можем сегодня что-то здесь взять, но и контроль сегодня не получился. И кадровые проблемы у нас были, не все играли, и может поле непривычное, трава высокая, мы тренируемся все время на искусство. Но того контроля, много брака было, у нас все-таки не получилось. А с такой командой, как «Факел», конечно, чревато. Много потерь было у нас в центре поля. Александр Ильич, вы работаете в нефутбольной пенсии. Перспективы какие-то, да, есть в принципе какие-то задачи, может быть, там, в следующем году, вот, или так вот, телепатия где-то в середине? Ну, задачи есть, у нас есть амбициозный президент, который хочет в перспективе вывести команду ФНЛ, есть у него такое рвение и желание, есть перспектива. Да, Пензо на сегодняшний день не футбольный город, инфраструктура пока отстает, но есть желание, если еще подключится область, то все может быть. Вопрос не по теме, как «Спартаковство» бывшему, кого бы вы предпочли видеть, главным тренером своей бывшей команды, да называют многих, вот, ваше... Мне бы хотелось, чтобы, конечно, Алик Иванович вернулся. Алик Иванович, да. Это реально в одну греку войти спустя? Ну, я думаю, он не один придет, наверное, из группы помощников, которые какую-то практику имели, в последнее время, конечно, уже много воды утекло, но видение футбола никуда не делось, его сумасшедшая энергетика, психология, аура, вот эта харизма, чемпиона, я думаю, она какую-то роль сыграет и пользу принесет. А что нужно сделать, чтобы «Спартак» и люди даже в команде другие быть, да, все-таки обиде иностранцев, наверное, не понимающие смысла? Ну, да, «Спартак» все-таки народная команда, и, мое мнение, это надо было еще с начала 2000-х годов проводить селекцию, опираясь именно на костяк российских футболистов, ну, например, таких, как там в свое время и Хохлов, и Широков, и Файзулин, которых можно было приглашать. Сейчас всех не вспомню, реально, тот же Семшов, вот именно «Спартаковский» планов футболисты, вот такой костяк, если бы создали, то у «Спартака» есть шансы. Сейчас вот, в данный момент, удачно, на мой взгляд, это «Оглушаков». Вот именно вокруг таких «Оглушаков», талантливых российских футболистов, именно центральная ось, и есть шанс «Спартака» подняться. «Первый, да, в общем-то, можно сказать, совсем не удался считать великолепный гол, который был, ну, разумное действие, хорошее, что пришло с голом, все остальное, в общем-то, как проблем нет. Вот те же, немножко средней линии, это средняя линия, центральная зона, она, конечно, в плане созидательного, так и устраивает. Отсюда, в общем-то, и много брака, и медконтроля, и чья не чувствует, и какие-то зоны, где продержать, где обострить, немножко много сумбура. Ну, во втором, да, меня считают, с выходом шарит, немножко стройности и взаимодействия в средней линии, в общем-то, хотя, при такой блестящей, надо прямо сказать, создали достаточно много моментов, достаточно много моментов, и можно было как-то спокойно завершить матч еще раньше, но сами были хорошие моменты, были хорошие моменты». «Что с Санкт-Петербургом?» «Случительно, все очень плохо». «Чего, чего?» «Разрыв ахиллы». «Серьезная травма, причем неплохая». «Что, как сделался?» «Это очень такой печальный». «Ну, это следствие, это, ну, как… «Он очень проделал во всех верхах колоссальной работы». «Случилось то, что случилось». «Ну, не было бы счастья, до несчастья помогло, то есть, с его отсутствия как-то побыстрее пошла игра». «Ну, я не думаю, я считаю, что больше с выходом Шарипа, да, и как-то Дубровин встал. Ну, там был разрыв, провели зону по свободных сторон». «Ну, погребняк, все-таки, там…» «Гребняк, более, так, в комбинационном плане, да, в плане, вот, движения, подстройки, комбинационном плане, да. Ну, хорошо, что есть, когда-то у нас еще в атаке есть резервы, есть чем заменить в средней линии у нас практически. У нас сделали три замены, больше не было». «То есть, пока вот на этом отрезке чемпионата, я так понимаю, что игрой с средней линиевой недовольны?» «У нас просто получилось еще на сборах, ну, в общем-то, я как-то видел Дубровина, но в роли опорного полузащитника. Ну, он болел два сбора и фактически уже, когда он выздоровел, закончил с трансферной окно. И когда я его видел, то, конечно, Юр хороший защитник, ну, да, в плане обороны, хороший опорный полузащитник, но это мало, он больше, в общем-то, где-то в плане созидания. Так же, Бики тут же вопрос. «Альшин креатива не выдает». «Не выдает?» «Нет». «Альшин, хорошо, что, в общем-то, как говорится, он пользуется победник, в общем-то, в каких-то моментах, да, разум такой, его в средний линии носит. Может успокоить его, положить к глазу. Если это качество, он чувствует игру, где он взлетит, там, как говорится, где он может ответить. Успокоить. Но хотелось, конечно, больше, хотелось больше остроты, больше. Это не уровень я нацеливаю на игру. Не играть. Не играть. Не играть. Не играть. Не играть. Не играть. Обыгрывать. Но пока. Хотя сегодня как молодые-молодые. Уже 20 минут не такие уж и молодые. Значит, после победы Сокров, 5 туров, оставшихся, 9 очковый отрыв. Какими словами вам теперь остается стимулировать команду? В общем-то, уже так. Ну, в общем-то, да, я правы-вы. Конечно, сложно, теоретически, конечно, все это возможно, но нам достойно закончить сезон, и потом мы играем для зрителей, все так футболисты должны относиться и понимать. Это, в общем-то, конечно, сложно. И все это, многие моменты, о чем я говорил, там, немножко неуверенность, психологический груз, он всегда давил, в общем-то. Всегда сложно догонять. Но я думаю, что игроки опытные, в общем-то, тоже поигравшие, и придавшие на своем веку, в общем-то, в общем-то, он должен с этим милотенком справиться более так, более качественно, эффективно. Сейчас, конечно, там играть, показывать футбол. Достойно заканчивается сезон. Малышно, кажется.